Солнце вуалено долго, шептали мне перистые облака. Прогулка на речку. Сентябрь 2020. В третьем часу вышел из дома. Торопливо, как на свидание. Маску забыл антимикробную. Пришлось дверь еще раз отпирать. На мостке у реки край перил освещен. Вот тут и привостился писать. А, про рыбаков забыл. Дама читает на стульчике. Мужчина палкой землю копает. Ищет наживку. Жарко. Шарф сквозь рукава пиджака пропустил и на поясе привязал. Да, наверное, такая погода в раю. Сын позвонил. Машу свою ведет к зубному. У меня, говорю, есть список лучших врачей. Я знаю, отвечает. Это куда надо ехать? Далеко или тут неподалеку? Тут, говорю. Неподалеку. У реки. Река в обратную сторону проплывает между кустов. С солнечными, ярко-зелеными птицами на листьях. Я-то быстрее веду. Среди тенистой в этом месте дорожки Нахожу солнечное место. Что-нибудь написать. Ну, же прочим, река мутная от дождей. А, забыл написать под мостом Трусливые росписи. Все шрифты взяты из американских мультиков. Рисовать все боятся. Совсем позабыли уроки. На скальных древних мудрых смельчаков. Рисовать, как рука возьмет. Под метромостом, где гул самолета означает Проносящийся подземный поезд Все так же нависает балка. Все так же не углублена дорожка. Все так же неосторожный велосипедист получает смертельный удар по голове. Теоретически все сделано для того. Все так же пешеход неосторожный, чуть выше меня на сантиметр, Может получить удар по башке, и прикусить язык, и стечь кровью, уткнувшись тут носом, Или сломать челюсть, и так далее, и так далее. А, наконец, роспись понравилась под мостом. Ну, пусть шрифты, конечно, а не рисунок, Но только три буквы, полые, Оставляют цвет основания моста, И неровные линии, словно надпись, Завороженные облака. Солнце вуали надолго, Шептали мне перистые облака. Прислонился к перилам, И, думаю, в тексте Не хватает двух-трех Любовных аккордов. Вспоминаю просьбы поэта Слава Прокофьевна. Он мне говорил, Юра, не хватает Любовного текста. Вспомнил даму С мальчишкой. За ворот его держала, Когда он наклонился Со сваи посмотреть На воду реки. Чем не макет Его будущей жизни Любовница его за шкирку Возьмет, Оберегая от опасных поступков, Разглядывая жизненный поток Под ногами. Мимо прошел юноша С зрелой, С мучительным лицом, С бородой. Сквозь его наушники Мысленно ему говорю, Слушать надо музыку Своих мыслей Для счастья. Задумчиво руки скрестив, Девица несла ларец С множеством любовных слов, Вздохов и жестов. Другая девица пошла, Неся модные на коленях дыры, Чтобы туда залетал Ворожек любопытный Из мужских глаз. И кричал бы оттуда Любовные песни. Ох, разумеется, Они вроде вина, Головы кружат мужчинам, Они говорить начинают, И эта тропинка из слов Погубит девицу, Погубит мужчину. И будет пара Почти сиамских близнецов. И жизнь совершенно другая. Пара птиц сероглазых Пели свои песни из сердца Просто так, ни о чем. Такая порода. Голаза матери с дочкой. Зато приятно на лавке сидеть, Не торопясь. Прогулка на пруд. Седьмой час вечера На лавке у пруда, Куда зарез спешил, Солнце уже Не застал. Зато видел хорошие босоножки, Но дамские у одного магазина, Да и вообще у меня своих хватает, Но глаз не обманешь. Хорошие босоножки На выброс. Зато нет ветра, Нет солнца. Не надо выкраивать тщательно маршрут, Чтобы с солнцем идти, Как портной С огрызком ткани, Из которого надо Сшить костюмчик Для счастья. Зато с дамой Смешливый поговорил. Предложил ей носить Маску цвета другого, А то издалека Черная борода смотрится Ужасно С черной юбкой. Травмирует Мужчин Половину, Объясняю я ей. Зато сцепился Перед этим С рекламой Ходячий Юноша В элегантном Черном костюме С бабочкой Черной И светлой улыбкой Что-то мне Предлагало я Лицо прикрыв Идиот, говорю, Без маски Заражаете меня. Вы меня Оскорбляете? Да, отвечаю, А вы заражаете меня. Я сделал То ли тест, То ли еще Чего-то он говорил. Ну и что, Через три дня Вы опять Можете стать Заразным Переносчиком Микробов. Зато приятно На лавке Сидеть Не торопясь. А вдруг Солнце уйдет. Чистое небо И вечернее Прочитание Уток. Чтобы хлеба Больше кидали Вполне Согревает. Правда, Сумерки Наступаются. Пора Домой Направляться. Эх, Жалко Сел На ту Лавку, Откой Да не было Видно, Что месяц Висел Меж Домами. Это Ведь Тоже Светило Небесного Ранга. Фарари, Почему-то Мальчишка Сказал Прыгай Скользя Как водомерка. И точно Посмотрел Фонари Зажигаются Робко. И Таня Еще Позвонила Выруливаюсь На улицу С пожарной командой Отвечаю Да Не понравился Мне Холодный Берет Что на голову Мне вечер Одел Снял Шарф Обернул Голову И спустил С перекрестом На грудь Я Доволен А прохожие Это Не знаю А то У меня Вчера Вечером Зуб Побаливал Наверху Где-то Справа Когда Сжимаю В челюсти Зачем-то Непроизвольно Ну А теперь Я Спокой Вспоминаю Что Сомерки Я Люблю Прогулка На пруд 26 сентября 220 Года 2020 Года Вспоминаю Любил Ведь я Сомерки Вероятно Из Подступающих Сновидений От того Что Спит Страна И Можно Отдохнуть От Лозунгов Что Кричат Спекулянты Лозунги Прекрасны Как И Любовь Но Встан Спекулянтов И Лозунги И Любовь Самое Отвратительное Что Бывает В Природ Солнце Я видел Спускаясь По Лестнице Без 15 6 Оно Спешно Уходило В Америку Освещать Где Созидание Созидание Радостное При Социализме Портило Воспоминания О Репрессированных Предках И Фальшивая Пропаганда Но Созидание При Капитализме Портит Мысль Что Растоптали Идеи Братства И Бескорыстия И Там И Там Эта Грусть Вызывает По Поводу Каждого Забитого Болта Странно Пожелтели Деревья Что Видел Я Из Окна А Вот Тут У Детсада И Школы Зеленый Вроде Вполне А Природа Меня Предупреждает О Грядущей Зиме Как Старого Знакомого Вот И Фонари Тут Час Зажгли Подтверждая Мысли Мои Увидел Девочку Маленькую Весело Подпрыгивая Везла Пустой Чемодан На колесах За ручку Взрослых Опережая И Радостно Ем Громыхало Скользнули Мы С ней Глазами И С болью Подумал Не Сообразил Якушки Марти Завести Котенка И Испытать Материнство И Она Уже Умерла Впрочем Она Меня Последние Годы Пожала Котенком Считала Вот Вот Почему Иногда Строгостью Обижала Своей Мол Не Вечные Игры В жизни Тебя Поджидают Фонарь Фонарь Фонарьки Как прекрасные дамы Гуляют по парку Праздничную жизнь Украшая Мечтами Правда С космическим Слегка Налет И Прут Великолепен Розоватое Небо Легкие Тучки Одна Туча Побольше Как Сказочное Существо Догоняет Друзей Отставая Темные Кроны Деревьев Немрачной Прозрачности Слегка За ней темные За ними темные Силуэты Пришельцев Темные Как деревья Правее Образами Напоминают Архитектуру Безголовыми Прямоугольными Силуэтами Огоньки Наряжаются Это Елочными Огоньками Утки Скользят В темноте Покрикивают Добрительно Чтобы Корки Бросали Да и Дескать Какой Вечер Прекрасный Пока Писал Картина Изрядно Моя Потемнела Не Видно Легкой Ряби Прекрасный Водя Женщина Фотографировала Пруд Вечерний Не Я Один Восхищался Вот Тогда Половина Луны Розовеет Видимость Высока Там Любуется Солнцем Который Наверное Над Прибалтикой Сейчас Светит Фридлян Тебе Привет От меня В этих Солнце Лучах Угол Дома Не Освещен Почему-то То ли Люди На Даче А то ли Работают Сговорившись Вечернюю Смену Окно Одно Лишь Горит И Кажется Что В небе Оно Одиноко Невольно Домаю Извреднее Напрягаю Там Наверное Поэт Обитает На детской Площадке Лампа Ярко Горит Солнечный Вечер Вполне Задержался В этом Оазисе Среди Дети Мои Ну И Соответственно Там Сверх Радостные Крики Улыбаясь Я садился Писать Предыдущий Верлибр Под Фонарем Будто Как в Старину Пишу Не в Телефоне А Ручкой Блокноте Все Таки Вытащил Кепку Я Из Кармана У Старого Ресторана Который Много Лет На Ремонте Одел И Теперь Занята Моя Голова Если Вечер Прохладный Берет Захочет На голову Мне Одевать Место Занято Будет Уже Чуть Не Оступился На ходу Разговаривал Станящий По телефону Кепку Одел Одел И После Яркого Экрана Иду И Дороги Не Вижу На Будущее Надо Подождать Пока Голаза Опять Не Привыкнут Ко Тьме Без Двадцати Восемь Вечера На Часах Разглядел Восстанавливая Дыхание На Каком-то Там Этаже Поднимаясь Если Каждый Будет Себя Чувствовать Посланцем Бога Прогулка К пруду Девятого Сентября Две Тысяч Двадцатого Пол Четвертого Пошел На Свидание К пруду Солнце Летнее Небо Чистое Это Было Праздничное И Вовсе Не Трудно Иду Как Посланник Бога Как Евангелист Если Каждый Будет Себя Чувствовать Посланцем Бога Идет Возражений Если Мы Сделаны По Его Образу И Подобию Мы Перестанем Воровать Друг У Друга Нефть Деньги И Слава Целый Километр Шел По Солнечной Улице И К пруду Свернул Первый Раз За Сорок Лет Солнце Меня Соблазнило На Пруду Ветреные Ряби Плавают Вернее Стоят На Рейде Летающие Фрегаты С берега Думают Глупые Утки Мочат Перья Так И Недалеко Простудиться Голуби Летающие Пешеходы Возмутились Мои мысли Читая И Улетели Куда-то На Веранде С Зеркальными Металлическими Поручнями Пишу Стихи И Подслушиваю Что Говорят Мальчишки Мне Жалко Донеслось Сквозь Ветер Увидел Они Трогали Дохлую Крысу Помойте Руки Им Сверху Вещаю Мало Ли Отчего Она Умерла А Почему Она Умерла Тому Несколько Причин Отвечаю Старая Или Отравили Крысиным Ядом И Коронавирус Ага С пониманием Отвечали И Новую Палку Нашли Не Трогайте Говорю Даже По воздуху Могут Передаваться Микробы Мы Ее В воду Хотим Не Надо Оставьте Можете Воду Еще Отравить Правильно Конечно От трупа Вода Лучше Не станет А будет Более Отравленной С одной Стороной А с другой Конечно Детям Надо Посмотреть Как Устроено Тело И поэтому Они В него Не Шевелят Рассматриваются По траве Иду В одном Месте Пруд Огибаем В Лондоне В парке Таком И ходят И сидят И лежат Пусетители Парка Мысленно Отвечаю На мысленные Упреки Ах Но сам Понимаю Если все Будут Так Вот Ходить Затопчет Местами Траву И конечно Мне Жалко Таняще Позвонила Что ты делаешь Седьмой Верлибр Сочиняю А чего Кашляешь Да вот Только И закашлял Как ты Позвонила И горло Совсем Не ощущаю Не зря Я засел Таблетку С утра Сладенький Заденец Подумал Подумал И Солнцем Решил Возвращаться Солнечной Дорогой Старик На лавке А рядом Место Свободное Но Что-то Лежит Ножик Длинный Удочка Непонятный Тень От солнца И вспомнил Ненаписанный Но обдуманный Верлибр Что забыл Все ближе Подхожу А воробушек Не улетает Маловат Зато храбр Да еще Обернулся Сухим Скрученным Листком И лежит Солнце Сместилось Вся улица Теперь В тени Снова К парку Вернулся Пойду Лучше Тенистыми Дворами Старик Там же Сидел Одиночество Его Разделяло Тень от Ручки Лавки А сухой Листок Уже Не лежал Что Похож был На воробья Пропущенный Еще Верлибр В двух Местах Видел Стендик Рассматривали С изображением Людей Их Разыскивает Милиция Хотел Пожутить Но ведь Верно Там Депутаты И прочие Но ведь Действительно По телевизору Губернаторов Сажают Но Это уже Нет послания Нет посланника Бога Это уже От меня Как от Обывателя Земного Мелчи Жизненно Стихи Из блокнота Когда Тоска И свет Немил Лежишь Без мыслей И без сил Звоним Волшебный Телефон И наставление Как сон Как птички Пролетают И душу Освежают Звучит Как приговор Рецепт И сразу Крылья Воростают Уныния Больше Уже Нет Печали Рассеется И тайн Снова Жизнь Рады Не мог Вспомнить Перевод Маршака Поэтому Сочинил Заново Бернса Расшатался Гвоздь Подкова Слетела Не было Коня Полководца Приняться За дело Армия Бежала Целых Три дня Проиграли Битву Что Не было Гвоздя Из окна Вагона Смотрю В окно Советский Народ По лесам Рекам Городам На месте Нет Советской Власти Вот что Интересно Поэтому Потеряв Страхи Его не называют Великим Как бы Наши Не одичали Олигархи Одинокие И не стали Дикими Как дядька Вспомнил Детство Тысячи раз Как тысячи роз Видеться Из детства Картина Грузовик Отъезжает И не вопрос Догоняю Цепляюсь Влезаю И как Отъезжают Всем видно Паровоз Прокричал Выпуская Пары Громыхнул Весь состав И повез И не торопясь И не торопясь Поджидаю Подножку Как В пятнашке Играют Среди Детворы Зацепиться Догнать Мне уже Не вопрос И так Я привык Что Приехав В Москву Догонял Я троллейб Сцепляюсь Как отвык Мне не верится Самому Только в мыслях Цеплялся я Каясь Но однажды В летах Уже В Алмате На открытии Своей выставки Ехал На трамвай Опоздал И по простоте Прицепился И здание МВД Так на скорости И проехал В пятиэтажном здании Видел ли кто Далекую детство Картину Мужчина В летах Но веселый Зато Торопился Куда-то Как видно Он скользнул Виновата Глазами По зданию МВД Ну только разве Чуть Улыбался Но Одумавшись Не слезал В усилении Вины В усилении Беде В центр Города Удалялся В конце Поляны Столпились Желтые Цветы В конце Поляны Зачем И почему Невольно Размышляешь Ты Как это Странно Бульдозер Их сюда Согнал Может В прошлом Году Может Один Их всех Позвал И вырастил Толпу Может Отравы Удобряли Все поле Не хватило Здесь А может Птицы Пролетали И песни Повторял Их лес Во всяком Случай Здесь Праздник Здесь Вид Как там В раю Без Звезд Фальшивых Самых Разных Что Приторно Поют И без Чиновников С речами Дежурными В тоске Цветы Играются С цветами Так Просто На песке Реклама Реклама Воздействует Я это видел Своими Голозами Она Садилась На голову Двом Торговцам И Не Слезала Реклама Предлагала Все От обуви Одежды До шляп Приходила Мысль Даже Продавщицы И Продавцу Накинут На нее Кляп Не Хотелось Им Видеть Ни товары Свои Ни Покупателей Что Это все Изначает Знаете Ли Голова Перестает Творить У Продавца И Бизнес Летит Вверх Ногами А Молодца А Кто Заплатил За рекламу Сам Продавец Ловит И Губит И Душит Она Продавца Пока Не Приходит Конец Расскажите Это Друзья Дети Папе И Маме О Губительной Пользе Что Находится В рекламе Продавец Расскажите 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 Субтитры создавал DimaTorzok